Всем большой привет, мои любимые зрители! Меня зовут Аня, и сегодня мы с вами построим свою комнату в Аватар Ворлд. От этого создателя есть еще одно приложение. Оно почему-то отдельно, но я надеюсь, когда-нибудь в Аватар Ворлд появится функция, как строительство домиков, обустройство комнат. А пока что мы можем с вами построить комнату в отдельном приложении. И давайте его посмотрим поподробнее. Я еще туда не заходила, вместе с вами его оценим. В самом начале нам надо создать своего аватара. Давайте создадим свою девочку с красными волосами. В принципе в редакторе все те же самые глазки. Пока что никаких особых отличий я не нахожу. Давайте зайдем в бровки. Вот первое отличие. Мы можем делать размер бровок. Уменьшать их, увеличивать, двигать ими. То есть вы выбираете форму и уже потом ее редактируете. Подождите, верните мне редактор, вот он. Например, выбираете вот эти вот бровки и чуть-чуть их приподнимаете. Или наоборот уменьшаете. Очень крутая функция и действительно нужная. Давайте зайдем в ротик. Я выберу такие милые губки. Щечки. Особенности. Люблю разные румяна делать своему персонажу. Что если мы выберем вот эти вот? Так, раздел с прическами. Прически все те же самые. Никаких новых я пока что не заметила. И давайте сделаем длинные волосы. Допустим такой. И также сделаем красный. В разделе с усами мальчики могут себе бородку подобрать. Если бы у меня был мужской персонаж, я бы оставила такую бороду. Но моей девочке она не подойдет. Давайте двигаться дальше. В аксессуарах у нас есть классные кепочки. Честно сказать, я не помню, есть ли вот такая кепочка. Но она довольно милая. И по-моему здесь попадаются какие-то новые элементы одежды. Что думаете, добавят ли их когда-нибудь в основное в Аватар Ворлд? В разделе с аксессуарами вы также можете подобрать какие-нибудь очки, сережки, пирсинг сделать. Особенности. И что самое крутое, это в разделе с одеждой есть новая одежда. То есть такой вот одежды некоторой нет в Аватар Ворлд. Что если когда-нибудь ее отсюда добавят туда? Да, это очень интересно на самом деле. Потому что в этом приложении нет пока что ни магазина, ничего. Но вот такая кофточка очень классная. Давайте посмотрим какие еще есть костюмчики. По-моему такой кофты тоже нет в Аватар Ворлд. Ребят, очень милая одежда. Только я хочу убрать эту кепочку. Мне она совершенно не подходит под эту вот кофточку. Ребята, посмотрите, мы видим ножки. И ножки с разными позами. И это очень необычно. Что она делает в такой позе? Напишите пожалуйста в комментариях. Может быть она в космосе летает? Вот это наверное на стадион какой-то подойдет. Это больше спальня. А это наверное космический. Тут просто стоит. Да, интересно сделали. Мне еще нравятся вот эти вот штаны. С рыбкой. Такая заплатка рыбка. Там по-любому там дырка. Ребята, она прячет дырку на этой штанине. Но я остановлюсь вот на этих черных. Также вы можете подобрать какую-то толстовку, курточку. Посмотрите какая объемная желтая куртка. Она очень яркая. И вот такая вот в шотландском стиле. Жилетка прикольная. Мне нравится эта одежда с позой. Тут она держит джойстик. Здесь она как бы медитирует. Да, все-таки тот вариант был для астронавта. Это же свадебный вариант. Беременная девушка. Подождите, ребята. Это что беременный живот? Или это возрастной человек? Ну вот это пожилой какой-то дедушка. Здесь она с длинными рукавами. Тоже больше спальный вариант. Художник. Циркач. Посмотрите какие милые лапки. И кимоно. В комбинезонах наверное тоже какие-нибудь позы были добавлены. Обалдеть. Удивительное платье. Мне так нравятся эти цвета. Они очень яркие. А в разделе с позой я вижу мумию, уборщицу. И всякие рабочие костюмчики. Наверное вот эти костюмчики, чтобы сделать из нее ламу. Балетный вариант. Можно здесь разыгрывать сценки с балериной. Берите это на заметку. Очень круто. А еще тут намного больше обуви. Вот эти вот тапочки милые. Только их не видно за комбинезоном. Давайте его сначала снимем. И вот такие вот милые тапочки вы можете оставить. Домашний стиль получился. Было бы прикольно, если бы можно было делать несколько образов, как в Симсе. Знаете, то есть добавить плюсик. Будет спальный вариант. Повседневный, официальный. Но мы делаем все на одного персонажа. И ему уже как бы нельзя подбирать разный вариант одежды. Надо каждый раз по новой заходить в редактор. Вот такой персонаж у меня получился. Ребят, пишите в комментариях, сколько кусочек пицц из десяти вы дадите моему персонажу. Выходим из редактора персонажей. И мы попадаем в комнату, которую можем полностью построить. От обоев до полов. Посмотрите, как много здесь вариантов. Можно подобрать как с рисунком, так и обычные стены. Мне нравятся вот эти стены с облачками. Я, пожалуй, их оставлю. Двигаемся дальше. Раздел с полом. Можно также сделать пол с рисунком, ламинат, мраморную, плитку. И просто без рисунка. А еще вы можете сделать газон. И вообще здесь как бы на газоне лежать. Давайте сделаем вот такой вот пол. И перейдем в раздел с окошками. Так, теперь мы можем выбрать окошко. Перетаскиваем его на стенку. И обратите внимание. Это окошко вы можете как перевернуть. Только здесь оно никак не переворачивается. А, нет, вот переворачивается. Так и уменьшить в размере. Очень годная функция. Вы можете сделать домик как бы для самого маленького персонажа. Вообще домик для какого-нибудь крампита, как в тока-бока. Так и домик уже под себя. Под большого персонажа. Я хочу в уголочек это окошко разместить. Оно у меня выбрасывается. Ну что же за безобразие-то? Так, корзинка. Не трогай окошко. Ни в какую не хочется у меня в уголочек перемещаться. Ну давайте вот попробуем вот здесь оставить. Что еще можем разместить? Можем разместить вот такое вот окошко. Конечно же нужна полочка, на которую мы поставим книжки или другие предметы. Давайте это окошко вообще вот сюда разместим. На эту сторону. Да, замечательно. Здесь она не так мешается. И кстати мы можем еще продвигаться. Оставим в этой части. А еще есть вот такое милое окошко. Окошко кролик. Ой, ребята. Такая прелесть. Предлагаю повесить картины для украшения. И давайте зайдем в раздел с мебелью. Большая удобная кроватка. Для вас одного. Или вы можете ее уменьшить и сделать для самого маленького. Или увеличить до самого большого. Вот сюда ее поставлю. Размещу большой шкафчик. Сюда можно будет свои книжки какие-нибудь поставить. Так, что еще здесь есть? Вот такой вот прикольный маленький пуфик. Вау! Я хочу вот эту штучку тоже разместить, ребят. Вот если бы там было бы еще окошко, и вы могли бы как бы сидеть на подоконничке. Не хватает этого окошка. Но тоже крутая вещь. И я ее оставлю. Вы можете построить кухонку. Но кухню я пока не буду строить. Мы давайте сделаем комнату. Коврик с морковкой. Какая красота. Вы знаете, то что я обожаю коврики. Поэтому постелю побольше ковриков. Конечно же коврик под эту вот конструкцию. Если вы нажмете на эту штучку, то этот предмет выйдет вперед. Имейте тоже в виду. Здесь еще есть качельки. Но конечно же в моей комнате будут еще и качели. Вот возле окошка они будут у меня размещены. И в разделе с декором вы можете найти разные декорации. Такой вот горшочек с растением. Только его нужно уменьшить. А если мы поставим отдельно, будет ли двигаться с этим? Нет. Тоже имейте ввиду то, что вы размещаете и уже потом передвинуть вместе конструкцию не получится. Книжку можно положить. Конечно же я возьму ноутбук. Можно же на чем-то выложить ролик. Вот такой вот маленький прикольный телефон. Или из этого телефона вы можете сделать планшет. А телефоном будет вот это. И да, ребята. Но это не кухня, давайте пока не будем здесь еду размещать. Все-таки пускай еда будет на кухне. Если вам понравится первый выпуск, поддержите его лайком. То мы в следующий раз уже построим кухонку. Можно поставить на полочке разные такие вот папочки, книжечки. Поставлю еще вот такую вот синенькую книжечку. Давайте сделаем две маленькие. Две поменьше. Какая узенькая книжечка. Планшет с телефоном сделаем чуть поменьше. И что-то еще сюда довлезет. Давайте, например, освещение. Почему у нас нет лампочки? Ночника. Вот что сюда надо поставить банку с огромными гигантскими огурцами. Ладно, я конечно же шучу. Ой, подушечка милая. Подушечка цветочек. Вот я ее вот сюда вот положу. Следующий раздел идет с туалетом, ванной, душ. Ой, мне этого не хватает. Надеюсь, в Аватар Ворлд потом перенесут эту функцию. И мы сможем там как бы обустраивать такие же домики. Вот такие две лампочки я предлагаю разместить над качелями. Ну и еще одну какую-нибудь вот с морковкой повешу над этой конструкцией. Не зря был пол с газоном. Вы можете поставить бассейн прям в свою комнату. Огромный бассейн. Ребят, посмотрите. И ваш персонаж будет в нем плавать. Это круто. Горки большие. Еще есть такая вот конструкция для вашего питомца. Вы тоже можете ее поставить. И ваш питомец будет на ней играть. Стоп, я увидела наверху уточка. То есть это еще и купальня для вашего питомца. Ну неплохо сделали. И разумеется раздел с питомцами. Вы можете поставить вот такого вот милого зайчика. Котика. Ой, кот гигант. Это просто самый гигантский кот. Ну или использовать эти предметы как игрушки. То есть если вы разыгрываете сценку, то не обязательно сделать это вашим питомцам. Это может быть еще и какой-нибудь просто игрушечный котик. Почему-то меньше его сделать нельзя. Но он размер с этого пуфика. Дети гиганты. Но вы можете уменьшить и как бы размерчик будет уже нормальный. Это могут быть не только дети, но и как куклы. Также есть персонаж мальчик маленький. Пускай ползает. Хотя нет, куда ты будешь ползать по моей комнате? Иди отсюда. И вот такой вот рук ваш. Вы можете тоже его разместить в комнатке и разыгрывать сценки. В последнем разделе вы можете найти подарочки, мячики, конверты. Давайте какой-нибудь маленький мячик возьмем. Маленький. Ничего себе маленький. Пускай подарочек будет гигантский на моей кровати. Ждайте мне, кто-нибудь там подарил. Письмецом. Вот я его еще не успела открыть письмецом. Будет тоже здесь у меня где-нибудь. Ждать. И я еще хочу поставить сюда вот столик, как продолжение этой комнаты. Нет, я нашла мячик более милее. Мне нравится вот этот розовенький. Смотрите, ребят, какие милые фотокарточки. Вы можете так оформить стену. И поставить коробочки на полочку. Также какую-нибудь книжку в эту полочку. И маленькую, тоненькую. А это что? Тарелка с яблочками. Но надо на что-то ее поставить. На что мы можем ее поставить? В разделе с мебелью найти какой-нибудь маленький столик. Да, очень маленький. Самое крутое, это то, что вы этот столик можете тоже как уменьшить, так и увеличить. И вот таким образом мы обустроили небольшой уголочек, куда вы можете поставить вкусняшки. Есть пуфик. Также есть маленький стульчик. Как же я могла пропустить такую милую картину с единорогом? Друзья, я должна ее куда-нибудь сюда поставить. Мне это необходимо. Давайте подвинем шкаф тогда. Нет, шкаф мы уже не сможем передвинуть. Мы можем ее повесить вот сюда, вот рядышком с этой картиной. По-моему, у меня получилась крутая комната. Пишите в комментариях свою оценку. Ооо, точно, в моей комнате будет еще кольцевая лампа. Я же как бы блогер, да? Мы должны записывать свои видосики. И кольцевая лампа вам будет отлично помогать в этом. А еще здесь есть один гигантский карандаш. Его вы тоже можете куда-нибудь положить, поставить. Жалко, нельзя рисовать. В разделе с аватаром вы можете найти своего аватарчика и разместить в этой комнате. Увеличить его, уменьшить. Ну, примерно такую девочку мы оставим. А почему она прозрачная? Очень странная и необычная. Ребят, я закончила строительство комнатки. Давайте придумаем свою оценочную шкалу. Сделаем ее из кусочков пиццы. Сколько кусочков пиццы из 10 вы мне поставите. В конце вы можете сделать классные фотоснимочки комнаты. Например, диалоговое окошко. Вот таким вот образом вы его делаете над головой. И пишите какое-нибудь слово. Круто! Сохраняйте все это дело, и ваша комната готова. Если честно, занятное приложение. Персонажей вы также можете добавлять сколько угодно. Посмотрите, ребят, ваши комнаты сохраняются в отдельных вкладочках. То есть, если первая это ваша комната, следующая вы можете сделать кухню, потом ванную и так далее. Пишите в комментариях свое мнение. Хотели бы вы, чтобы я продолжила делать обустроечки? Если да, то какую комнату построим в следующий раз? А я буду заканчивать это видео. Всем большое спасибо за внимание. Я вас всех очень сильно люблю. Желаю мира добра, позитива и много вкусной пиццы. Всем удачи! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok